Что такое миропомазание? Миропомазание – это таинство, которое усовершенствует и подтверждает благодать крещения. В миропомазании мы получаем силу Святого Духа. Минуточку, разве мы уже не получили Духа Святого во время крещения вместе с освящающей благодатью? Верно. Крещение, освящающая благодать, совершает наше освящение. Наша душа становится местом обитания для Бога. Святой Дух особенным образом поселяется в душе. Он ведет нас к внутренней жизни Пресвятой Троицы и своей силой сопутствует нашим действиям. Почему же мы снова нуждаемся в Святом Духе в миропомазании? Что ж, в Евангелии Иисус дважды уделяет апостолам Святого Духа. Впервые после Своего Воскресения и второй раз в День Пятидесятницы. После Своего Воскресения Иисус дунул на учеников и сказал, «Примите Духа Святого». Святой Дух, как дыхание жизни. Он освящает учеников и помогает понять значение Писания, учит их и ведет. Но все это они сохранят для себя. Они молятся и живут скрытно, а вера их в это время возрастает. В День Пятидесятницы все меняется. Святой Дух приходит в могучем ветре, в огненных языках. Ученики начинают открыто делиться верой, силой и мужеством. То же самое происходит в крещении и миропомазании. В крещении мы получаем Святого Духа. Мы освящены им и начинаем новую жизнь. В миропомазании Святой Дух укрепляет нас, чтобы мы имели мужество делиться этим даром с миром. После принятия миропомазания мы призваны мужественно провозглашать веру и приобретать людей для Христа, как апостолы. Миропомазание укрепляет нас, чтобы мы были воинами Христа. Уверенно и без страха мы должны противостоять любым невзгодам. Силой этого таинства мы готовы соблюдать, провозглашать и защищать нашу веру. Редактор субтитров А.Семкин